Дата производства шины Что влияет возраст шины? Начнем с того, что 10 лет назад этот вопрос практически никого не интересовал. Мало кто из потребителей вообще знал, где можно узнать дату производства шины. И вот лет 6-7 назад наши автомобильные журналы решили рассказать автолюбителям о загадочных маркировках на автомобильной шине. Среди прочих была и дата производства, состоящая из 4 цифр, где первые 2 цифры номер недели, а две вторые год выпуска. Далее было сделано заявление, что шины текущего года лучше шин прошлого года. Якобы шина теряет свои свойства буквально за несколько месяцев. При этом в чем эта разница, никто не объяснил, а главное наглядно не доказал. Да и автолюбитель, установив на автомобиль новые свежие шины, через месяц, а тем более через год уже не вспоминает о дате производства. Для него они новые шины, он же установил их всего лишь год назад. Но следуя логике новизны, нужно каждый год устанавливать новые шины. Почему же мы этого не делаем? Дорого? Или нас устраивают шины, которые мы установили год назад? Попытки объяснить, что шина – это низкоропорчащийся продукт, была предпринята как шинными производителями, диванными экспертами, так и блогерами от автомобильно-шинной темы. Мнения последних, правда, разделились. Одни поддержали рекламную кампанию «Мишлен», шины – не бананы. Сошлись их позиции в том, что влияние процессов старения на характеристики шин активно начинается с момента установки шины на автомобиль. Вторым признаком сохранности свойств было признано соблюдение правильных норм хранения. Другие блогеры, наоборот, высказали мнение, что шина теряет свои свойства в течение года с последующим ухудшением. Тогда у меня вопрос к тем, кто покупает изношенные шины из Европы и Японии. Вас волнует возраст шины? Думаю, нет, скорее доступная цена. Так где же истина? В чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. Давайте разберемся по порядку. Не секрет, что не все шины продаются в год их производства. В среднем 15-20% шин переходят с остатками на следующий год. Иногда этот процент может быть больше. Это зависит от многих факторов производственных, производства в конце сезона. Погодных, не выпал снег, экономических, цена, доход и других. Шины вынуждены храниться на складе до момента их покупки. Иногда это месяцы, порой несколько лет. Насколько это опасно и как это влияет на физико-механические свойства шины? Да-да, физико-механические свойства, а также химические процессы, происходящие в шине с течением времени. С этой точки зрения никто никаких объяснений не предоставил. Возможно, потому что вопрос непростой. А мы все-таки попробуем заглянуть вглубь резиновой смеси и тех процессов, которые в ней происходят с течением времени. Итак, для чего мы покупаем шины? Ну, потому что шина – это один из элементов колеса, благодаря которому автомобиль может осуществлять движение. Элементами колеса являются шина, диск, вентиль и воздух под давлением. Давайте вспомним шесть главных функций колеса. Передает крутящий момент от двигателя к дороге. Проще говоря, сцепляется с дорогой. Несет нагрузку, массу всего автомобиля и его груза. Тормози, опять сцепление. Амортизирует неровности за счет внутренних элементов. Направляет автомобиль и экономит топливо. Сигнал к замене шины, износ рисунка протектора и достижение индикаторов износа. В среднем каждые 3-4 года мы меняем шины. Мы ищем такие же, как мы эксплуатировали ранее. Или покупаем новую модель, которая устраивает нас по своим параметрам. Нас интересует срок службы, тормозные характеристики, управляемость, комфорт, шум. И с недавних пор дата производства. Попробуем посмотреть на этот параметр через физические и химические свойства резиновой смеси. Шина – это продукт, состоящий из резиновых и армирующих усиливающих материалов. Она живет по закону физики и химии. Шина – это компромисс технических решений. Улучшение одного параметра незамедлительно сказывается на других. Протектор, боковина, посадочная зона, внутренняя часть изготовлены из резиновых смесей различного состава. В составе резиновой смеси может быть от 8 до 40 различных компонентов, влияющих на множество параметров, среди которых сцепление, пробег, устойчивость к нагреву и износу. Задача производителя – сделать смесь, свойства которой будут максимально постоянными с течением времени и как можно медленнее изменяясь. Значит, нужно создать надежную защиту этих свойств как на период хранения, так и в период эксплуатации. Главный враг шины – это старение, окисление с последующим разрушением поверхностного слоя. Наиболее опасными видами старения являются атмосферное и тепловое. Атмосферное старение происходит под воздействием атмосферного озона, кислорода и солнечной радиации. Они разрушают внутримолекулярные связи каучика с другими компонентами. Тепловое старение является результатом одновременного воздействия тепла и кислорода. В результате необратимо изменяются эластические свойства шины. Нет, шина не изменяет свою форму, не перестает вращаться, выполнять свои функции. Она становится менее эластичной. То есть мы можем сказать, что старение – это результат воздействия на каучик, кислорода, нагрева, света и озона. Следствием длительного воздействия этих факторов является изменение цвета, появление сетки трещин и потеря эластичности. Кстати, старую шину всегда легко узнать по этим признакам. Что может защитить резиновую смесь от этих вредных воздействий? Есть ли такие средства, компоненты, способные дать надежную защиту в период хранения и последующей эксплуатации? Конечно, есть. В одном из обозрений в Ютубе прозвучало вскользь название антиоксиданты. Да, они применяются для защиты смеси от воздействия кислорода, но в комплексе с противоставителями, ингибиторами и антиозонатами длительного действия. Именно они защищают резиновую смесь от окисления и разрушения. И, конечно, нельзя не вспомнить о зоностойке и кауче, способной работать в атмосферных условиях в течение долгого времени. Я не буду говорить о вулканизаторах, которые убыстряют процесс вулканизации и также препятствуют процессам старения. Мы говорим о главных защитниках смеси – противоставителе и антиозонат – аминофенолы и воски. После застывания смеси кристаллизуются на поверхности и образуют пленку, которая защищает резину от окисления озона, кислорода, ультрафиолета, солнечной радиации, воздействия тепла. Мы как бы наклеиваем солнцезащитную пленку, как на стекло. С какого момента начинаются процессы старения? Здесь уместно привести сравнение с загаром. Пока мы в помещении, нашей коже ничто не угрожает. Ни ультрафиолет, ни ожог, ни тепловой удар. Так и шина. Пока она на складе, в сухом помещении, с искусственным освещением и температурой, не превышающей 20 градусов, она как мумия в саркофаге. Она не меняется. У нее надежная защита. Вернемся к загару. Мы вышли на улицу и тут же получаем дозу ультрафиолета, солнечной радиации, тепловой удар. Процессы старения в шине также начинаются с момента установки шины на автомобиль. Что спасает нашу кожу от ультрафиолета? Крем, одежда, лонтик. У шин это противостарители, антиазонаты, антиоксиданты длительного действия. Именно они на протяжении всего срока эксплуатации, а это в среднем 3-4 года, усиленно защищают нашу шину от вредных воздействий. Поэтому наше мнение совпадает с мнением производителей шин и ряда экспертов. Правильное хранение определяет сохранность характеристик. Действие противостарителей и антиазонатов при правильном хранении рассчитано на 5 лет. Это доказали испытания ряда химических лабораторий, работающих над проблемой определения сроков хранения резин. Выдержка резины в течение 3-х суток при температуре 100 градусов идентична атмосферному старению в течение 5 лет. Конечно, все, о чем я рассказал, может восприниматься по-разному. Но это физика и химия процесса. Все подтверждено и применяется уже долгие годы. А главное, совершенствуется и идет дальнейший поиск. А где же доказательства, скажете вы? Практические испытания, тесты, сравнение показателей новых шин и шин с более поздней датой выпуска. Первое доказательство и, наверное, самое главное – это наши с вами шины, которые установлены на автомобиле сейчас. Не ошибусь, сказав, что средний возраст этих шин будет 2 года. И мы продолжаем на них ездить. Значит, все нормально. Дата производства нам никак не мешает. Шина выполняет все свои функции. Есть и подтверждение автомобильных экспертов. Согласно результатам испытаний искусственного старения шин, проведенных немецким автомобильным клубом АДАР. Процесс старения начинается только после 2-3 лет активной эксплуатации. Заметьте, активной эксплуатации – не хранение. Сравнительные испытания управляемости длины тормозного пути показали при равных условиях примерно одинаковые результаты у шин 2018 года выпуска и у шин 2014 года выпуска. Аналогичные тесты были проведены автомобильными блогерами в России. В испытаниях принимали участие шины с годами выпуска 2019-2014. Замер длины тормозного пути на сухом покрытии показал несущественную разницу в результатах. В среднем со скоростью 80 км в час до полной остановки 28-30 метров дата производства никак не повлияла на результат. Надеемся, наше обозрение добавит света в этом темном вопросе – а так ли важна дата производства? И это ли является главным критерием при выборе шин? Или все-таки важен комплекс всех аспектов, включающих состав резиновой смеси, условия хранения и технические характеристики шины? Теперь вы можете спокойно принять решение и не зацикливаться на каком-то одном параметре. А мне остается пожелать вам удачной дороги с шинами, которые вы выпустили. Интернет-магазин «Четыре точки». Мы заботимся о вашей безопасности на дорогах. Продолжение следует… Продолжение следует...